что ж урок номер два начинаем продолжать в прошлом уроке мы размечали эту колонну вот этом уроке мы будем уже резать тут уже я начал вырезать подготовился вот подготовил стамески более того я сделал вот такую подборку позакалывал эти стамески выбрал радиуса вот написал каждый каждый стамески радиус и ширина здесь ширина в миллиметрах стамески а здесь радиуса чтобы было проще ориентироваться конечно у тебя наверное получится немного по-своему это неплохо это нормально это не должно быть именно сделано под кальку или под копирку это творческая работа а я показываю сам принцип вот такой должен выйти орнамент да ну тут я немножечко по-другому пошел захотелось попробовать ну по ходу уроку я покажу что зачем и здесь можно по-разному делать этот орнамент ну по ходу я все буду рассказывать да картинка пускай будет вот ну как говорится с богом ну что сначала закалываем берем стамесочку берем стамесочку как раз сюда входит это у нас 17 ширину радиус 15 вот так аккуратно закалываем вот так входит потом берем вот эту стамесочку это у нас 7 миллиметров 7 миллиметров 7 миллиметров в ширину и радиус 4 миллиметра так немножко проворачиваем здесь вот теперь берем вот эту маленькую это у нас 4 в ширину радиус 15 вот от края максимально под прямым углом если мы проворачиваем мы должны вот сложность здесь в радиусе это только так на первый взгляд сложно вот видишь миша вот здесь здесь не идет заколка здесь подрезка уже идет прямо по контуру сейчас ты это увидишь заколка только вот здесь идет ну и теперь нужно закалывать вот эти штучки я беру вот эту стамесочку это шириной 9 миллиметров радиус 20 и закалываю и закалываю можно немножко так наметить вот мы закалываю шаг за шагом вот здесь нужно это у нас 12 миллиметров в ширину то у нас 12 миллиметров в ширину и радиус 15 такая стамеска аккуратно видишь я уже закрепил две планки это для упора все-таки это нужно страховаться болтается сейчас чуть подожму вот так лучше и будет ну вот и так дальше здесь снова закалывает радиус 4 шириной 7 миллиметров прохожу вот здесь закалываю и здесь вот так здесь уже беру эта стамеска 7 шириной 20 20 радиус сюда закалываю сюда закалываю здесь сразу же сюда сюда потом у нас идет эта стамеска и сюда закалка идет вот так теперь это пошла но сначала нужно еще здесь сделать сюда это у нас идет стамеска 9 миллиметров в ширину и 8 радиус 8 миллиметров радиус вот так вот так вот здесь 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 вот снова пошло вот это сейчас скажу какой радиус это 17 ширину и радиус 28 так вот так получается маленькой стамеской 1 2 это 4 в ширину и 15 радиус сюда сюда так еще здесь нужно вот это у нас тамеска 12 ширина 15 радиус вот так ну теперь это нужно отрезать этой же стамеской вот так аккуратненько здесь мы берем немножко подрезаем и вот эту плоскую 8 ширина радиус 38 вот так сюда сюда Смотрите продолжение в следующей серии. Ольха очень хорошо режется, даже в какой-то мере лучше липы для такой миниатюры. Вот здесь еще почищаем, где нужно еще закалываем. Тут еще можно взять поменьше стамеску и чисто срезать. Так, сейчас скажу, что это за стамеска, напомню, какой радиус и какая ширина. Это у нас 9, 9 ширина и 8 радиус. Ну вот так, пока мисс. И здесь режем вот так. Здесь еще должен быть зубчик. Вот такой, сейчас нарисую. Такой должен быть зубчик. Одну мы потом вырежем. Зубчик. Вот, мы потом закалываем. Так, в оригинале. Видим, здесь уже откалывается. Нужно почистить. Немножко почистить. Берем вот такие маленькие стамесочки. с надфельки. И зачищаем лишний мусор. Убираем. Тем же самым и надаем глубины. И потом можно еще вот отсюда срезать. Так, чтобы не было видно карандаша. Потому что карандаш потом трудно стереть. Вот таким макаром. И этот зубчик тоже наберем туда. Туда. Туда его. Туда. Туда. Это я взял 9 ширина 8 радиус. Здесь я беру 12 ширина 15 радиус. очень аккуратно. Продерживаем. Продерживаем этим пальцем стамеску. Так как у нас впереди рука. По чуть-чуть. По чуть-чуть. И у нас образуется такая. И здесь срезаем. Срезаем немножко фаску. Аккуратно. Очень аккуратно. Аккуратно. Очень аккуратно. Срезаем. Так у нас получается. Немножко. Еще закалываем. И еще подрезаем. Где надо. вот так вот. Чтобы красиво было, еще почищаем. Немножко глузо. Ну вот, здесь можем еще подобрать. Вот здесь можно еще взять вот так и прийтись аккуратно. Углубиться немножко. Вот так. Немножко закалываю. И тут. Можно взять для снегонца. Зачистить. Вот так приблизительно пока что выходит. Вот у нас такой вот набор стамесок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять штук. Плюс надфильки. Плюс эти стамесочки с надфильков. Ну, этот урок я завершу. Вот, чтобы не нагружать. Еще почищаю. Молосы. 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 этот урок я заканчиваю и продолжим на следующем занятии ну еще два слова видишь я здесь начал немножко не так здесь не идет подрезка здесь в оригинале идет сюда и потом сюда вот что то не посмотрел и подрезал вот так ну ничего это будет как будто немножко другое исполнение вот а сейчас я стараюсь сделать здесь откололось немножко это подклеим постараюсь сделать максимально приближенным к оригиналу и еще поимпровизируем немножко сделаем по другому ну вот пока что все фронт работы ясен есть еще делать есть что делать ну извиняй еще раз за мой русский так как я все-таки все-таки разговариваю на украинском языке ну стараюсь чтобы ты меня максимально понимал если есть какие-то вопросы задавай вот и встретимся на следующем занятии так 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 так